И что мы проходим? Мы проходим спираль. Спираль как символ нашей жизни. Вот наша жизнь, каким-то образом у каждого она там протекала, нравится, не нравится. Но вот мы заходим в эту спираль, проходим по ней очень осознанно. Вы можете вспоминать какие-то моменты, может, в своей жизни, можете не вспоминать. Можете на каждый шаг внутренне говорить, что я освобождаюсь от этого, освобождаюсь от этого. И приходите в центр. Это как вот большой вихрь, когда в центре есть точка тишины, точка полного баланса. Когда вы находитесь в неком очень центрированном состоянии, на связи земля-небо. Когда мы проходили это на равноденствие, я скажу сразу, у всех аура просто вот стала очень симметричная, вытянулась, выровнялась вот эта вот ось по позвоночнику. И вот эта вот, ну, как бы направляющая человеческой жизни, вообще энергетическая, выстроилась сама собой. Просто достаточно вот идти осознанно. Каждый шаг я делаю не просто для того, чтобы пройти, а я его чувствую. Потому что каждый шаг касается земли. Каждый шаг я делаю совершенно с чувством того, что здесь земля, там небо. Я человек. Я великий дух, который пришел на землю, который добыл себе тело. Всем повезло. Порадуйтесь своему телу. Это праздник жизни вообще-то, солнцестояния. Это праздник нашей радостной жизни, нашего существования, нашего максимума физического в том числе. Итак, мы идем по спирали, приходим в центр. В центре каждый. Почувствуйте вот эту вот гармонизирующую точку, вот этот пункт, который через вас проходит. Просто почувствуйте. Минутку остановитесь. И осознайте, что вы в центре водоворота жизни. Вы можете как угодно это для себя символизировать. Может быть, у вас какие-то будут совершенно свои там мысли, видения или еще что-то. Неважно. Вы просто отцентрируетесь. И дальше вы также осознанно, с великим поклонением земле и небу. Там у нас стоят кристаллы, в том числе кристалл, символ флага Латвии. Почему? Потому что мы на латвийской земле. И каждый, улучшая свою конфигурацию своей спирали, центрируясь, тем самым выстраивает связь с той землей, которая у нас под ногами. И потом, также осознанно мы выходим из этой спирали. Когда вы выходите из спирали, вносите себе новую программу. Вот что вы сами себе желаете. Кому отношения? Отношения. Хотя вообще я вам скажу, что энергии изобилия, они включают все. Они на всех уровнях работают. И это абсолютно целостные энергии, которые, если вы попросили изобилия, то у вас будет и здоровье, и любовь, и благосостояние и так далее. То есть вы дальше можете для себя проговаривать, что вы себе любимой желаете. Какие энергии вы разворачиваете вот в этом цикле, который будет закрепляться и свершаться. И на максимуме, на максимуме земных энергий. Я уже говорила, что по моим ощущениям, что внимание на энергии отношений, парная энергия, целостность, привлечение к себе партнера достойного. И энергии, когда мы каждый, хоть на одну ниточку отвязывается от старых шаблонов своих или же каких-то общих, мы освобождаем эгрегор. Потому что нам его совсем не надо тащить. Хочу также сказать, что очень много ритуалов делается, которые как раз таки направлены на то, чтобы привязаться к эгрегору. Ребята, поднимаемся выше, выбираем эгрегора самое лучшее и не привязываемся к тому, что уже было. Открываем для себя небо, расправляем крылья и отправляемся в полет. Мы сейчас на гребне волны. Эта гребень будет стоять несколько дней. Вы несколько дней еще можете эти, вот возвращаясь в памяти к этой спирали, можете доделать, дорулить, допрограммировать, дожелать, домечтать и сказать, все, вот теперь мой список или мои пожелания, вот как бы так полные. Это наша основа, наш фундамент, наши энергии, страсти жизни, страсти существования. И здесь лежит прозен. Это энергия, которая сердечная вся. Прежде всего, я пришел в страсти на эту землю, чтобы раскрыть свое сердце и оставить здесь сердечные энергии. Если вы посмотрите на зеленый цвет, которым сейчас благоухает природа, она как раз-таки нам дает сердечную энергию, потому что она каждый раз, каждое лето говорит, человек, я тебя люблю вообще, может быть, даже не человек, а я вообще люблю, я просто люблю, я есть и Бог. Вот здесь лежат два камня. Как два хранителя нашего входа. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо всем! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok